Эй, товарищ, подходи! Ум и уши на вас три! Мы тут все за право дела, потому что навалело. Нет, чтоб тренить свои ручки, люди юзают эмбот. А потом под баном Близзард отдыхают без забот. Нам надоели эмботы, больно часто юзают что-то. Прилагаю без лишних фраз универсальный ответ. Всем за раз. Чтоб повысить личный скилл, помни фразеологизм. Укрепляет организм... Ежедневный анонизм. Доро веньки, булы люби-друзи, с вами на связи Дима Науменко, и я вас поздравляю. Думфист наконец-то появился в Overwatch, и я теперь могу расчехлять о нем всякие неочевидности. Базовое описание обилок и ульты вы видите сейчас на экране, и в принципе можете сами все проверить, установив для своей копии игры ПТР-сервер. Пока что бравый нигерец Аканды Огундиму доступен только там. Из-за его обилок народ уже начал проводить аналогии и говорить, что Думфист это сплав Рейнхарта и Уинстона, или сплав чего-то там еще. Но судя по тому, что происходило при запуске персонажа, Аканды в первую очередь похож на сплав игрока и ожидания в очереди. Учитывайте только, что все показанное, это текущее состояние персонажа, и на лайве у него будут те или иные фиксы. Но благодаря этому видео мы потом сможем сравнить, каким Думфист был и каким он стал. Передива ждут нюансы его ульты и обилок, а также найденные на данный момент шорткаты, которые можно юзать благодаря мобильности персонажа. Поехали! Во-первых, меня немного удивило усиление, которое получает Думфист для своей ульты. Если в случае с Анной у меня вопросов никаких, она сдает нано-буст и кулак в итоге дамажит на 450 вместо 300 дамага, то с другими бустами уже интереснее. Вкратце расскажу перед этим нюансы работы его ульты. После активации он взлетает в воздух, и после того, как маленький внутренний круг достигает большого внешнего, Думфист автоматически падает вниз и дамажит всех, кто стоит на земле или находится на сравнительно небольшой высоте над ней. Заполнение этого круга занимает около 4,5 секунд, и Думфист может активировать падение в любой момент до этого, просто нажав левую клавишу мыши. При этом такое заполнение это просто таймер, на мощность ульты оно не влияет. На время пребывания в воздухе он становится абсолютно невидимым и бестелесным. Говоря абсолютно, я имею в виду, что его в полете не видит ни ульта вдовы, ни звуковая стрела Ханзо. И круг его ульты враг может увидеть только за секунду до столкновения. Так вот, вернемся теперь к усилению. Как я уже говорил, Анна его усиливает без проблем. Что касается Арисы, то после установки луч буста за него цепляется, после того, как он взлетает, луч естественно уже его не видит, но потом, буквально за мгновение перед столкновением с землей, луч снова к нему крепится и усиливает урон на 50%. Но самый интересный вариант сейчас, конечно, с Мерси. В случае с ней, луч буста продолжает висеть закрепленным на кулаке, даже с учетом того, что физически ему цепляться не за что. Даже Мерси не может к Думфисту в таком состоянии подлететь. В общем, он получает свой буст, как ни в чем не бывало, и от Мерси, но с одним нюансом. Луч таки может оборваться, если кулак улетит слишком далеко или высоко. И вот с высотой связан наш следующий пункт. Но прежде чем мы к нему перейдем, я обязательно должен рассказать вам о том, что полудохлого Думфиста в состоянии ульты может хилить союзная Анна. Она видит дефолтный крестик раненого союзника и стреляя в этот крестик, Анна будет его отхиливать. Мерси и Дзен тоже смогут его хилить, но только если зацепили его до активации ульты. Тогда как после активации это уже невозможно. Во время прицеливания своей ультой, Акандэ может выбирать уровень точки приземления. По дефолту он всегда падает на нижний уровень. Вот смотрите. Чтобы приземлиться на платформы, которые бывают расположены выше нижнего уровня, нужно зажимать ПКМ, находясь не под платформой, отдаляя тем самым камеру и потом наезжать прицелом на нужную платформу. Если вы будете пытаться отдалить камеру, находясь под платформой, то над платформой Думфист не сможет ультануть. Отдалять можно только находясь снаружи. Третьим пунктом я продолжу развивать тему ульты. До этого я недаром акцентировал внимание на том, что кулак во время прицеливания ультой становится бестелесным. Что это значит на практике? Все очень просто. Своей ультой он может выживать во время любой вражеской. Такой размен, конечно, не всегда будет полезен, но иной раз вам будет полезно уйти в ульту, если трейсер налепила на вас свою импульсную бомбу. Точно так же он может спастись от ядовитой мины вдовы. Она на него не действует и во время, и после каста ульты. Но самое прикольное в бестелесности ульты заключается в том, что находясь в воздухе, Аканды может контестить и точку, и пейлот. Я делаю акцент на слове контестит, так как захватывать или пушить он при этом не может. Либо контестит, либо продлевает овертайм, имейте это в виду. Ну и последнее, что хотелось бы упомянуть о бульте, это ее взаимодействие со вражескими щитами. Работает она абсолютно так же, как и ульта Дивы, например. То есть, если эпицентр находится за пределами щита, то урон будет нанесен только щиту. Если он находится внутри, значит урон будет нанесен и щиту, и всем, кто за ним. Поэтому тем же Райнхартом, если захочется ее блочить, поднимать щит вверх, это худшая из идей. Вообще, бедолага Райнхарт на данный момент явно не в восторге от Думфиста. Уточню, что у последнего есть обилка под названием Реактивный удар. Зажав ПКМ и отпустив, он делает рывок вперед, дамажит свою цель и до кучи отбрасывает ее назад. Наносит такое до 100 единиц урона, и если при этом цель потом бьется спиной о стену, то еще плюс до 150. Так вот, такой рывок контрит похожий рывок Райнхарта. Он его и дамажит, и отбрасывает назад. Больше того, точно такой же рывок отбрасывает и дамажит и самого Райнхарта, и его щит. Да и сам Райнхарт потом от удара о стену может получить дополнительный урон. А вот с Зарей уже ситуация поинтереснее. Напомню, что когда она в барьере, ее на данный момент не может отбросить Фара, и просто так не может отбросить Лусио. Для того, чтобы Лусио ее отбросил, ему нужно подойти впритык и дать звуковую волну так, чтобы оружие находилось внутри барьера. Так вот, в случае с Думфистом, это все не важно. Он хоть ее и не дамажит своим рывком и ударом о стену после него, но зато отбрасывает без проблем. И в связи с этим замечена еще одна особенность. Как мы знаем, Заря получает заряд мощности каждый раз, когда по ее барьеру проходит урон. Так вот, когда Думфист бьет ее в барьере, она получает свой заряд мощности. Но, когда Заря после удара бьется спиной о стену, никакого заряда она уже не получает. Продолжая тему с рывком, давайте я перечислю те ультимативки, которые он полноценно контрит. Их всего 4. Во-первых, зарплата Макри. Во-вторых, ракетный залп Фары. В-третьих, цветок смерти Жнеца. И в-четвертых, что самое интересное, когда Кулак делает свой рывок, его не может отбросить ульта Турбосвина. Условно, в этот список можно включить ульту Джан Крета. Если сделать рывок в момент каста ульты Крысавчиком и ударить его со спины, то и ульта отменится, и ее заряд сбросится, и сам Крысавчик получит урон. А если вы ударите Крысавчика, стоя к нему лицом, то все будет аналогично, только он сам не получит никакого урона. Вы наверняка заметили, что я не упомянул ульту Дивы, и сделал я это недаром. Думфист не может ее подвинуть, ни одной из своих обилок. Также я не включаю сюда ульту Гензи, так как Думфист максимум может отменить ее каст, но он не сбрасывает ее заряд, поэтому Гензи тут же может ее кастануть снова. И уже чисто в качестве бонуса, упомяну, что реактивный удар не выводит Бастиона из режима Турели, но при попадании он автоматически разворачивает его камеру. И чтобы закрыть тему с рывком, и не увеличивать число пунктов, я пожалуй объединю все оставшееся в один. Во-первых, каст своего рывка Аканды может отменить обычным выстрелом. Сам выстрел не произойдет, но каст рывка сбросится. Во-вторых, рывок Думфиста без проблем выводит его из гравитационного импульса Зари. В-третьих, в дуэли между двумя кулаками победителем выйдет не тот, кто первым запустил свой рывок, а наоборот, тот, кто сделал это последним. Вот, смотрите сейчас в замедленном повторе. Я и начинаю заряжать свой рывок позже, чем вражеский кулак, и он автоматически запускается при полном заряде позже, чем у вражеского. И в итоге урон и стан получает именно он, а не я. Но вообще это немного странно, как по мне. И скорее всего в будущем механика будет такая же, как у двух Райнхартов, шифтующих навстречу друг другу. В-четвертых, на данный момент рывок очень забагован в плане прохода через телепорт симметры. Я проверял на Гибралтаре, как видите, и телепорт то срабатывал, то не срабатывал. Найти какие-либо четкие правила работы мне не удалось, все было слишком рандомно. Поэтому на этот счет стоит ждать официальных комментариев. В последнюю очередь упомяну то, что рывок Думфиста проходит сквозь рывок Гензи. При этом урон получают оба героя, но Думфист, естественно, меньше из-за своей пассивки. На всякий случай уточню, что благодаря своей пассивке он получает заряд щитов каждый раз, когда наносит урон любой из своих обилок. Так вот, при рывке на Гензи он наносит этот самый урон, автоматически получает заряд щитов, который в этот же момент уменьшает количество урона, которое ему наносит Гензи. Кстати, Гензи на данный момент не может отразить ни одну из обилок Думфиста. Несмотря на то, что в них принимает участие его кулак, Гензи может отразить только обычный кулак, но не тот, который используется в обилках. Ну и напоследок упомяну то, что уже успели понерфить буквально в первые дни доступности персонажа. Изначально своим рывком он мог уничтожать ловушку Крысавчика или его мину. Потом разработчики официально подтвердили, что так быть не должно, и теперь Думфист не может уничтожить ни мину, ни капкан. Ну и последний в свою очередь ловит его во время рывка. И еще в качестве одного из первых нерфов ему убавили максимальную длину, на которую способен рывок. Изначально он был 30-метровым. Как видите, я доезжаю до задней части пейлода. А потом, после патчей, он стал короче. Как видно, теперь я доехал лишь до его передней части. И тут можно было бы сказать, что с рывком мы наконец покончили, но и этот рывок и другие его обилки плавно переходят в другую особенность Аканды. В его мобильность. Во-первых, что рывком, что апперкотом на шифте, что дрожью земли на Ешке, он может спасать себя от падения в пропасть после выстрелов Лусио или Фары. Во-вторых, то же самое он может делать и своей ультой. Все названное он может активировать, находясь в воздухе. Так что при падении, этот персонаж может не только спастись, но и больно дать сдачу. И в-третьих, как и в случае с рывком Райнхарта, Думфист может комбить свой рывок с прыжком, чтобы продлевать его дальность. Вот смотрите, только что я показал обычную длину рывка. А теперь смотрите, как далеко заезжает Думфист, если после каста рывка держать зажатым прыжок и вперед. Такое работает либо на ровной дороге, либо на спуске, либо на небольших подъемах. Если же дорога круто поднимается вверх, то увеличить дальность уже не получится, так как Думфист не поднимается в воздух. Кстати, Думфист в воздухе это вообще отдельная тема. Во-первых, чем выше он находится в воздухе, тем больше наносит его дрожь земли. Вот, присмотритесь к его дефолтному круглому курсору. Видите, во время каста Ешки он постепенно заполняется изнутри. В итоге, чем дольше летишь, тем выше получится заряд Ешки. По дефолту она наносит 45 единиц урона, а максимум, который у меня получилось из нее выжать благодаря высоте активации, это 100. Во-вторых, благодаря комбинации его обилок, Аканды может преодолевать такие места, которые обычными способами либо недоступны, либо неудобны. Поехали. Первая находится сбоку первых ворот смерти Айхенвальда. Делаете рывок, потом жмете апперкот, и приземляетесь Ешкой. Таким образом, во время основного пуша команды, вы можете внезапно атаковать врага с тыла. Сразу рядом вы можете мгновенно подняться на верхушку башни. Для этого достаточно апперкота и Ешки. В этой же области, только внизу, в подвале, вы можете выпрыгнуть на мост апперкотом и Ешкой. Или же можете вообще сделать рывок под мостом, потом ударить апперкотом и приземлиться Ешкой. Эта пропасть, в принципе, будто создана для его рывка, чтобы никто из противников не был в полной безопасности, и там можно было ваншотать сквишей. В некоторых случаях, в принципе, достаточно прыжка перед запуском рывка через эту пропасть. Кроме того, есть еще один неплохой шарткат, но это уже для защитника, которому нужно побыстрее оказаться на точке. Юзайте апперкот, потом половину заряда рывка, и напоследок уже либо просто приземляетесь на второй этаж, либо падаете с Ешкой уже на саму точку. На Анубисе можно юзать то же самое окошко, которое я когда-то форсил в своем видео для Уинстона. Снова юзаем апперкот, потом дрожь земли, и в конце заряжаем рывок, чтобы оказаться над первой точкой. Ну и так далее. По мере игры до всех этих шарткатов многие из вас могут додуматься сами, поэтому я сейчас умолкну и быстро прокручу их под музончик. Вы только не выключайте видео, потому что после всех шарткатов я покажу еще кое-что интересное. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, шорткатами мы порешали, осталось упомянуть последнюю особенность, которая судя по всему просто является глюком, но которой пока что можно пофаниться на ПТР. Короче, в некоторых специфических местах некоторых карт, рывок Думфиста подбрасывает его высоко в воздух, что в дальнейшем можно комбить с его апперкотом и дрожью земли. Это довольно непросто делать, требует нехилой прицельности, да и нашел-то я не так много мест. Одна на трассе 66, одна на Эхенвальде, одна в деревне Непала и одна на Гибралтаре. При этом каждая точка получалась довольно уникальной еще и рандомно. В одном случае мне достаточно было зарядить рывок, направив курсор в нужную точку, то в других случаях мне приходилось и курсор в нужное место наводить, и до контакта со стеной держать зажатыми прыжок и вперед. В общем, такие пироги. Оставляю это на совести разработчиков и на совести кого-то другого, кто захочет посвятить этому отдельное видео. У меня уже сил нет в этом ковыряться. На этом у меня все. Персонаж получился очень интересным, хотя, пожалуй, одним из самых забагованных из всех, которых добавили после запуска игры. Посмотрим, как он повлияет в итоге на мету, ну а мне пора откланяться. Подписывайтесь на мой канал, следите за мной в твиттере, потому что вконташа заблочено и ею неудобно пользоваться. Смотрите другие мои видео и делитесь ими со своими друзьями. С вами на связи был Дима Науменко. Чао!